Соцуслуги по-новому. В России вступил в силу закон о социальном обслуживании населения. Современную схему оказания социальных услуг обсуждали сегодня в Волгограде представители законодательной и исполнительной власти, а также общественных объединений региона. По мнению экспертов, новый федеральный закон кардинально меняет ранее существовавшую систему социального обслуживания населения. Взамен понятия сложной жизненной ситуации теперь применяется другое – нуждаемость в социальном обеспечении. По федеральным стандартам устанавливаются 8 обстоятельств, при которых граждане признаются нуждающимися в социальной поддержке. К числу таких обстоятельств в частности относятся полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм, возраста или наличия инвалидности. В Волгоградской области этот перечень дополнили еще 8 пунктов, которые по практике социальных учреждений востребованы чаще всего. Каждому гражданину, нуждающемуся в социальной поддержке, будет составлена индивидуальная программа. Этим займутся Центры социальной защиты населения, которые есть в каждом районе региона и гарантируют доступность социальных услуг. Помимо госучреждений их будут оказывать социально ориентированные некоммерческие организации и предприниматели. Впервые в федеральном законе четко, вот я еще харчу раз остановиться, потому что у нас социально ориентированные некоммерческие организации принимают участие. В качестве поставщиков социальных услуг законодательно закреплены права социально ориентированных некоммерческих организаций, частных лиц и физических лиц, которые имеют право предоставлять социальные услуги. Такого до этого не было. Новая система социального обслуживания населения строится по принципу одного окна. Вместо хождений по инстанциям, нуждающимся в социальных услугах, нужно обратиться с проблемой лишь в местное управление соцзащиты. По оценке специалистов, такая инновация только облегчит жизнь людям, попавшим в сложную ситуацию. Что сейчас даст нам новый закон? Что приходят специалисты из соцзащиты и составляют, как мы здесь говорили, индивидуальную программу. И не маме нужно будет ходить уже по всем ведомствам, по чиновникам, по министерствам, по управлениям, а это уже будет заранее сделано специалистами. Они разрабатывают, привлекают управление образования, которое поможет ребенка определить в детский сад или в школу, если нужно. Они привлекают министерство здравоохранения, управление здравоохранения, которое выпишет льготные лекарства, поможет с консультациями врачей и так далее. По закону социальные услуги будут предоставляться получателям на дому в стационарной и полустационарной форме на основании договора. Он предусматривает платное и бесплатное обслуживание для несовершеннолетних детей, людей, пострадавших в ходе военных конфликтов и малообеспеченных. Для остальных категорий размер ежемесячной платы рассчитывается, исходя из среднедушевого дохода получателя, тарифов на услуги и величины прожиточного минимума в регионе. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».